Живите с этим как хотите. После визита Зеленского в европейские страны, ну, вы знаете, кого он посещал, это и Великобритания, и Франция, и Бельгия, ну, очень, на самом деле, очень крутая поездка. У них откровенная истерика. И хочу вам показать одного стендап-комика. Русский солдат будет в Париже! И в этот раз он оттуда не уйдет. А таких, как Макрон, Шольц, Риши Цунок и прочих тварей, будем судить. Да, и после этого кто-то еще называет украинского президента клоуном. Так вот же он, клоун. Этому клоуну единственное, что нужно объяснить, что Бахмут и Углидар, это, ну, как бы это помягче, чтобы этих ребят не расстраивать. Ну, в общем, это не округ Парижа. Это не пригород Берлина. И это очень далеко от Лондона. И когда вы вот этими своими вот грязными ртами в сотый раз грозите европейским столицам, то вы играете в нашей команде. Потому что вы тем самым объясняете нашим западным партнерам вот этот тезис, на котором мы настаиваем, что это в ваших интересах быстрее поставить нам F-16, быстрее поставить ракеты Шторм Шэдоу, быстрее поставить нам на ракеты GMG-LDCB. Кажется так. Вот и все. Ну и раз мы уже заговорили о том, что российская пропаганда в порывах ненависти к себе в первую очередь, к друг другу, делает все, чтобы Украина получила максимальное количество оружия, ну, слушайте, это фантастика. Они даже хотят переубедить Израиль быстрее менять свои подходы по отношению к этой войне. Почему? Потому что они прямо говорят, что Россия это нацистское государство. Ничем оно не отличается от Третьего рейха. Идеология, в частности нацизм, она не привязана к нации, несмотря ни на что. Самая стиль идеологии. Когда говорят, что Зеленские не фашисты, я хочу напомнить, что в СС служили евреи этнические. Это было. Вот так вот. Выясняется, что евреи у нас нацисты. Это говорит к тому, чтобы это аргумент, чтобы убедить себя и всех остальных, и таких же кредитов, как и Севков, мы, кстати, с ним знакомы, в том, что Зеленский нацист. Вот этот вот прием уже использовался российскими товарищами, в частности, этим, как его, главным российским дипломатом, который говорит о том, что хотят расчленить Россию. Так вот, когда Россию будем расчленять, нет, мы даже с большой вероятностью этого делать не будем, мы будем следить за этим процессом. У нас будут места в первом ряду, и мы с большим удовольствием будем отслеживать происходящее там. Но взорвутся они изнутри. Верите ли вы в Дон Дона, ой, простите, Рамзана Ахматовича Кадырова, который и про Ичкирию начал вспоминать, почему-то не вспоминает, когда он убил первого русского, но мы помним, в 16 лет, но ничего. Прокоментуйте, будь ласка. Мы гарпунами уже больше полгода работаем. У нас гарпуны, правда, с дальностью до 150 километров. Гарпуны – это ракеты наземного базирования. В основном не противокорабельные, но они могут работать и по земле, в том числе, в зависимости от телеуказания. Эти ракеты есть в модификации ЕР с дальностью 240 километров. То есть, если нам передадут вот эту модификацию гарпун, гарпуна 240 километров, мы сможем ее ими уже работать по Крыму, по большинству точек Крыма, доставать до центра полуострова, естественно, по военным объектам, плюс мы можем отрабатывать, естественно, как минимум два, две военно-морских базы в Крыму, Донузлав и Севастопольскую базу, и работать по Черноморскому военному флоту, военно-морскому флоту. Российской Федерации. Но дальности все-таки будет недостаточно. То есть, 240 километров Черноморский флот, он уходит в сторону Новороссийска, и здесь его можно достать только более дальними ракетами, в основном крылатыми ракетами, типа Штон-Шеду. Там действительно есть дальности до 400 километров, хотя есть модификации до 1000 километров. Но это ракета морского, подводного и воздушного базирования. То есть, нам для этого надо либо морские суда, либо подводные лодки, либо авиация. Скорее всего, это будет все-таки, если примут решение о передаче, это может быть те же наши истребители, которые сейчас работают ракетами противорадиолокационной. и они используют переходники на пилоны и могут в принципе нести ракеты Штон-Шеду. Дальность ракет позволяет затопить весь Черноморский флот. Это как раз решит проблему и крылатых ракет российских, которыми они работают по Украине, а уже и по странам НАТО. Вот мы слышали, как проходила ракета «Калибр» в районе уже Румы. Потому ждем передачи этих ракет. Пан Роман, это перспективы или возможности на самом деле? Что мы будем использовать эти ракеты для деокупации Крима, что нам их дадут? Это реальность или просто опция? Это однозначно реальность, так как у нас уже есть ракеты такого уровня, это просто увеличение дальности, тем более это технически выполнимо. Это такого рода ракеты, которые не требуют к себе какого-то великого внимания. То есть туда в принципе в мозги закладывается цель, а дальше ее надо просто поднять и сбросить в определенной точке, а это все технически выполнимо. То есть нет никаких проблем допустим с инженерным сопровождением, обучением личного состава, которое требует большого времени. То есть просто решение и тут же день-два и ракеты могут быть у нас. И они уже могут сразу использоваться. Это же касается кстати и ракет к Хаймерсам GLSDB с дальностью 160 км, вот это тандем разгонного блока от ракеты М-26 к Хаймерсам и планирующей авиабомбы JBO-39. То есть в принципе вот такой спектр ракет, если считать GLS-DB 150-160 км, если считать Гарпун 240 км, Штомшедов 400 км. То есть это такая тряда, ракетная тряда, она технически очень быстро передается и будет использована. Підпишите на канал и не пропускайте нові відео, пишите коментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работе на Патреон или других сручных платформах. Реквизиты в описи до відео.